Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о некоторых особенностях снятия вина с осадка. Казалось бы, на эту тему уже говорено, не переговорено. Вроде бы такая простая операция при обращении с вином. Тем не менее, есть некоторые особенности, на которые я обратила внимание в течение нескольких лет. И этими особенностями, этими наблюдениями я хочу с вами сегодня поделиться. Обратим внимание на некоторые важные моменты. И также сегодня мы еще с вами поговорим, почему важно, чтобы после снятия с осадка у нас все-таки были полные емкости. Потому что часто вы спрашиваете, что вот я перелил, понятная часть осадка удалилась, да, объем жидкости стал меньше, емкость не полная. Насколько это критично? Вот сегодня даже вам на примере покажу, насколько это критично. Итак, начинаем. Наше вино отбродило и мы его снимаем с осадка. Ну, большинство, конечно, это делает как? Использует какие-то шланги. Можно использовать шланг вот такого типа. На Алиэкспрессе он продается. Ну, наверное, в специализированных магазинах сейчас продается. Чем удобно? Удобно, что есть груша, удобно, что есть ситечка. Можно использовать какие-то другие виды шлангов. Единственное, чего я не рекомендую использовать. Хотя тоже в прошлом году получила кучу гневных комментариев. Ну, конечно, вот это же вам же дают китайцы сертификат, что это пищевое, а, например, там гидроуровень, который в строительстве используется, вот его нельзя. Ну, хотите, используйте. Я гидроуровень использовать не буду. Я все-таки буду использовать нечто более специализированное и приспособленное, ну, по крайней мере, более-менее для пищевых продуктов. Ну, и что еще лично я, например, использую, это вот такой вот шланжик, это капельница обычная, за небольшие деньги в аптеке купленная. Мыть ее, конечно, потом плоховато. Ну, пару раз использовали, выкинули. Стоит недорого, можно вполне использовать. И еще один вариант. Как можно снимать вино с осадка, с первого осадка, грубого, когда его много. Ну, к сожалению, у меня все емкости на даче остались, поэтому буду показывать на пальцах, но я думаю, вы меня поймете. Открытая переливка. Что такое открытая переливка? Это когда мы уже используем не шланг, а берем емкость, да, переливаем, понятно, там, самая гуще остается на нем. Вот это открытая переливка. Более того, в каком-то из прошлогодних видео я вам даже говорила такой момент, что если у нас брожение вот на самых-самых последних стадиях, вот там чуть-чуть сахаров осталось, и оно какое-то очень вялое, очень такое вот слабенькое, то можно сделать вот такую открытую переливку из горла в горло. В таком случае все это, скажем так, клювнет кислорода, и брожение лучше завершится. Это действительно так. Этот прием хорошо работает, но только для красных вин. Для светлых вин, белых, розовых, неважно даже по какой технологии вы их делаете, тут важен цвет. То есть для светлых вин такую вещь я вам делать не рекомендую. Причем даже я когда, ну вот как-то показывала все эти шланги, тоже кто-то говорит, ай, возня с этими шлангами, это долго, ну это действительно долго, особенно если тонкие использовать, то 20 литров вот этим перелить я не рекомендую. То есть тоненькие все-таки для каких-то маленьких объемов, либо ну уже самое последнее, что остается. И вот тоже кто-то писал в комментариях, что проще из горла в горло перелить. Да, проще. Но смотрите, я вам уже сказала, да, что не делать это для светлых сусил. В течение двух, а может быть даже трех сезонов много было замечено. Вот красным суслам все равно, ну по крайней мере тем, с которыми я работаю. Все нормально, все потом хорошо осветляется, у вина хороший цвет, все замечательно. Но светлые сусла, повторюсь, светлые по цвету, такие вещи плохо переносят. И смотрите, что происходит. Как правило, в это время, к концу брожения у нас уже сусла более-менее начинает осветляться. Ну конечно, какой-то больше, какой-то меньше, но мы видим на дне у нас такой плотный осадок. И дальше мы можем видеть прямо кольцами, иногда полосками, такое разделение фракций. Сверху может быть более прозрачная, серединка такая средняя, ну и низ более мутненький. Но тем не менее идет разделение. Что происходит, когда мы снимаем трубочку, у нас все хорошо. Мы снимаем вот эти более светлые фракции, темные остаются. Если мы вот так вот открыто переливаем, то вот замечено лично мной, сусло остается мутным, и потом вот так на фракции оно особо не разделяется. И вот такие сусла, они могут мутными быть очень долго. Сами по себе, ну им может понадобиться очень-очень много времени для того, чтобы осветлиться. Более того, они даже не очень хорошо поддаются оклейке. По крайней мере, не всегда. И то есть, если мы их хотим употреблять даже где-нибудь там в марте, опять же, мой опыт, что даже к марту они такие вот мутные. Им надо помогать. То есть, светлое сусло снимаем трубочкой. Обязательно. С красными можно, в принципе, делать и открытую переливку. Кроме того, в этот момент, вот если мы так переливаем светлое сусло, кроме мути, еще может произойти окисление. И у вас достаточно светлое сусло, может потемнеть и стать таким, ну, даже вплоть до коричневого. Насколько это можно исправить? Ну, частично можно, но не всегда это подействует стопроцентно. Конечно, те, кто использует серу при переливках, им это особо не угрожает. Но я думаю, что с мутью все-таки они могут столкнуться с этой проблемой. Поэтому, как говорится, лучше предупредить, да, и этого избегать. Лучше потратить немножко дольше времени на переливку шлангами, чем потом пытаться как-то вот наше вино привести в красивый, назовем это так, да, в красивый вид. Следующий момент, даже если мы при переливках, при снятии с осадка используем шланги, у нас тоже есть два варианта. Смотрите, первый вариант, тоже я в какой-то год это показывала, ну, повторением отсечения. Значит, первый вариант, когда мы второй конец шланга, на стакане будет лучше видно, я не просто такого взяла, держим где-то сверху. И в таком случае, ну, понятно, мы же не в стакан переливаем, но переливаем в нормальную емкость, у нас идет разбрызгивание. И наше вино активно контактирует с кислородом. В некоторых случаях это хорошо, но в некоторых не очень. Вот светлое сусло такие контакты не любят. В каком случае мы можем вот так с разбрызгиванием переливать светлое сусло, если у нас случилась задушка, если у нас вино пахнет невкусно, если оно пахнет сероводородом, тогда да, нам надо его проветрить. И такой контакт с кислородом необходим. Если же у нас с вином все хорошо, то мы опускаем конец шланга на дно, и у нас жидкость уже так не разбрызгивается. Конечно, у нее есть контакт с кислородом, но он будет гораздо меньше, чем если все это будет наверху. Но потом хотите поднимайте, хотите оставьте. Вот так оно постепенно будет уровень подниматься, и контакта с кислородом будет значительно меньше. Напомню, что красное сусло меньше подвержено окислению, с ними можно работать более смело. Тем не менее, смотрите, если вы знаете, что у вас какой-то сорт винограда, который сильно склонен к окислению, если у вас изначально, может быть, было не очень хорошее сырье, где-то ягодки были подгнившие, вы там ничего не добавляли, серу не добавляли, решили сделать как есть, то тогда и с красными суслами старайтесь обращаться аккуратнее. Если вы еще, например, померили ПАЖ, вдруг так случилось, он был достаточно высокий, выше 3,5, например, для красного сусла, то с таким красным суслом тоже можно быть аккуратнее, и даже нужно и тогда переливать его с несколько меньшим контактом кислорода, дабы этого самого окисления избежать, потому что бывает оно и у красных. Конечно, если серую используете, то там таких вопросов по еде возникнуть не должно, но серую использовать не каждый, это личный выбор, наш, ваш, использовать ее или нет. Ну, более-менее с осадками понятно. Теперь дальше. Почему важна и нужна полная тара? Смотрите, когда вино у нас бродит, оно может вообще бродить в открытой емкости, или там у него сорвало перчатку, да, и получается бутыль, бутылка открытая. Ничего особо страшного в момент брожения, в момент бурной стадии брожения с вином не произойдет, точнее еще с суслом, потому что в этот момент идет активное выделение углекислого газа. Это у нас газ тяжеловатый, соответственно, он находит на поверхности еще сусла, и его защищает от окисления. Что такое окисление? Это химический процесс при соединении молекулы кислорода к определенным веществам, ну, вообще к любым, да, просто не все готовы окисляться, с изменением их свойств, часто в худшую сторону. Так вот, пока бродит, у нас все хорошо, наше сусло защищено. Но мы снимаем с вами с осадка когда? Когда брожение уже закончилось, либо оно находится на самых-самых последних стадиях, когда выделение углекислого газа крайне мало. И уже он, скажем так, ни от чего не защищает. Именно поэтому, когда мы с осадка сняли, нам нужна полная тара. Если она у нас не полная, даже несмотря на то, что она хорошо закрыта, все равно кислорода здесь много. И вот смотрите, вот такая у меня баночка, да, видите, здесь не до конца наполнено у нас все. И вот сейчас фонариком подсвечу. Ну, цвет такой красноватый. Он должен быть такой более розовый, фиолетовый. Вот здесь пошло окисление, несмотря на то, что банка закрыта. И вот в этом вине уже прослеживается легкий уксусный запах. Нет, на самом деле уксусной пленки там нет. Нет, это летучая кислотность. То есть ее можно проветрить, но все равно это не то вино, которое было бы, если бы оно было в нормальной закрытой посуде. Оно может стать более коричневым, может вообще стать шоколадным. То же самое может произойти, если, например, светлое вино, то оно может стать коричневым. Поэтому нам нужны полные емкости. Кроме того, если мы все-таки вот, ну, емкость не полная, мы ее закрываем, вероятность развития уксусных бактерий невелика, потому что все-таки уксусным бактериям надо много кислорода. Но вот в таких случаях часто заводятся пленчатые дрожжи. То есть тоже появляется на поверхности белая пленка и может быть легкий запах уксуса. Он не яркий будет, он не такой, как вот у уксусного с кисами, как у уксусных бактерий. Но тем не менее он может быть. Может даже запаха не быть, ну, вот появится такая пленка, которая не очень хороша, она может в итоге испортить вино. Поэтому очень-очень важно. Сняли с осадка, все, поражения у нас уже нет. Либо оно, если есть, там яблочное, молочное еще, допустим, идет, либо спиртовое на последних стадиях. Все равно выделение углекислого газа малое. И оно уже вино не защищает. Поэтому полные емкости нам обязательны. И вот эта вот отговорка, что я вот перелила, у меня нет других емкостей. Слушайте, ну это отговорка. Ну, трехлитровой банки есть у всех. Ну, все, что угодно дома, стеклотары можно найти всегда. Можно использовать старые бутылки от чего-то, там с винтовой, например, пробкой. То есть, ну, есть у нас 20-литровая бутыль. Да, уже все там. Сняли с осадкой, у нас получилось литров 15. Ну, трехлитровые банки-то есть. Разлили по трехлитровым. Еще чуть остается лишнего. В двухлитровую, в литровую, вот в такую бутылку, в какую угодно. Вариантов множество. Если у вас, например, бутыли с широким горлом, ну, в конце концов, элементарная физика, да, опустите туда какой-то нейтральный предмет. Вот, к примеру, вот у меня есть вот столько, да, просто поместить туда что-нибудь, нейтральный предмет. Могу я туда вот такую баночку поместить, понятно, без крышки и без бумажек. Она поместится и вытеснит часть объема. Могу я туда стаканчик поместить. Ну, разумеется, чистый. Помещается. Рюмку могу туда поместить. Могу. Вариантов множество. Конечно, если бутыли с более узким горлышком, то туда что-то поместить сложно. Но стеклянные шарики есть. И трехлитров в банке. Напомню, у нас у всех есть в хозяйстве. Поэтому не поленитесь. И создайте те условия, когда ваши емкости будут полные. Потому что именно полная емкость это гарантия сохранности ваших вин. Конечно, то окисление, о котором мы с вами сегодня говорили, оно не всегда бывает плохим. Есть вина, которые изначально создаются в оксидателе, в оксидативном стиле. Хересы это оксидативное вина. Мадеры это оксидативное вина. То есть там специально все направлено на окисление. И даже по себе скажу, в прошлом сезоне я делала вермут на вторичном вине из белых и розовых прибалтов. Ну, понятно, поскольку там было разбавление водой. И там достаточно высокий был pH. Я тогда его еще не замеряла. И вот в процессе различных переливок, там оклейки и всего остального пошло окисление. Плюс вот там я сделала вот эту большую ошибку, вот такую переливку. Напомню, что очень сложно потом. Все это осветляется. Поэтому не делайте так для светлых усил. И вот там четко прослеживается тон окисления. Но он получился таким, что это вкус зеленого яблока. Причем, вы знаете, химозного зеленого яблока. Если в магазин пойти, вот купить напиток, то как раз будет вот это. И для меня, например, он приятен. Мне нравится. Такой вкус. Ну, и мне нравится, что так получилось. Но так бывает не со всеми винами. В красных винах, в некоторых случаях окисление, это будет привкус такой вот, да, ну, той же Мадеры, какой-то вот копченой сливки. И он может быть приятным. Но может быть и другим, потому что химия вина на самом деле очень сложная. И различных химических веществ там очень много. И они претерпевают различные-различные изменения. И поэтому в некоторых случаях, да, вот этот вот окисленный тон, он может быть вполне себе хорош. А в некоторых случаях он может испортить ваше вино. Но вы уже предупреждены. Их вы некоторые тонкости знаете. И, по крайней мере, ну, самых больших ошибок вы избежите. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов имграда и мои контакты. И до новых встреч!